И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас будет разговор на игрового формата видеоролик, то есть два в одном. Сегодня у нас одна очень знаменательная, наверное, дата. Вчера вечером на стриме я получил, наконец-таки, долгожданную сотую легенду. И сегодня хотел бы вообще поговорить об этом. Поговорить о опыте в игре. Как вы знаете, у нас сейчас до конца лета у нас x2 фанды и x3 опыт. И, наконец-то, данная, долгожданная цель у нас реализована. Поэтому сыграем сегодня пару боев в матчмейкинге, поиграем на хуле рельсе. Но особо сильно там акцентировать свое внимание на катках я не буду. Чисто хотел бы поделиться данной замечательной новостью вместе с вами. И вообще рассказать, как у нас все это дело двигалось. Потому что это было в роли какого-то такого микрочелленджа. Вы помните, что месяц небольшим назад я записал видос, в котором сказал, что если наберется у нас 400 лайков, я постараюсь за месяц поднять сотую легенду. К сожалению, на том видеоролике не набралось такое количество лайков. Там не набралось 400. Там собралось, если я не ошибаюсь, 330 или 350, что-то вроде этого. И я все равно решил постараться как можно быстрее набить данную замечательную легенду. Ну и как бы вообще посоревноваться для себя. И, можно сказать, такой выполнить микрочеллендж. У меня, к сожалению, этого не получилось сделать. В связи с тем, что там были моменты, когда я уезжал, плюс турниры, плюс еще что-то. И как бы были определенные дела. И возможности особо там сверх жестко и долго играть и нагибать у меня не было. Но сотую легенду я получил. И получил я ее всего лишь-то за полтора месяца. Может даже чуть меньше. То есть на все про все мне где-то понадобилось 44-45 дней. Ой, 44 говорю. 40-45 дней. По сути, это чуть больше тех рамок, в которые я хотел уложиться. Давайте поменяем, кстати. О, резистку редрон. Не, на бустере играл. И, безусловно, опыт, как вы знаете, на тот момент не было никаких дополнительных иксов. И я думал, что я вообще буду просто бить без повышенных фондов и прочей ерунды. А у нас в игре произошли определенные дополнительные замечательные изменения. И у меня появилась реально быстрая возможность. Изначально я, конечно же, не думал о том, что я смогу за столь короткий промежуток времени поднять такую большую легенду. Кто смотрит меня еще раньше, тот знает, что был период времени, когда я говорил, что сотую легенду, скорее всего, я вообще не получу в этой игре. Видите, как у нас в игре все меняется. Что сначала ты в матчмейкинге не получаешь вообще практически опыт. А потом хоп-хоп. И уже за одну катку ты там получаешь какие-то безумные просто цифры. По тысяче, по полторы тысячи опыта. За одну матчмейкинговую катку. Это, конечно, смотрится нереально еще жестко. Но для себя это, наверное, больше плюс, нежели минус. Конечно, соболезную всем тем, кто гонится там за какими-то рейтингами, эффективностью. Кто-то хочет сохранить небольшое себе звание на аккаунте, да. Всем ребятам соболезную. Понимаю, что это очень тяжелая вещь. Но, в общем и целом, я лично все-таки больше, наверное, доволен тем, что у меня есть такая возможность быстро поднимать опыт. И, соответственно, конечно же, дополнительно фармить. Что касаемо опыта в дальнейшем, друзья. У меня никакой больше цели нет. У меня нет цели гнаться там за какими-то безумными другими цифрами. Я не буду больше вам говорить, что, например, если вы наберете, например, 300-400 лайков, то я подниму 123 легенду за месяц. То есть вы все знаете, что... Ну, не все, но многие знают, что для меня 123 это какое-то значимое число. То есть 123 легенда с моим никнеймом смотрелось бы очень даже красиво. И, наверное, стоящее что-то для меня лично было бы. Сейчас у нас какая-то ошибка, быстро вновлюсь. Но больше я лично сам не планировал подписываться на такие движухи. Не планировал задумываться вообще об этом. Я сейчас больше акцентирую свое внимание на каких-то БПП боях, на каких-то интересных закрытках, на чем-то еще. А не за погоней быстрого какого-то замечательного опыта. Это, конечно же, если у нас там будет какие-нибудь дисконт-викенды, еще что-то будет, да. Понятное дело, что я тогда постараюсь, постараюсь быстро-быстро-быстро все набить, быстро все получить, заформить. Это да. Но пока у нас никаких таких дополнительных иксов нету, я на этом акцентировать свое внимание, конечно же, не буду. Было бы, если бы даже у меня желание, не было бы этого желания. Все равно я не вижу особо смысла там гнаться за этими быстрыми легендами. У меня нет никакой там определенной цели. Да, сотую легенду красиво получить, к сожалению, не получилось, да. Но, в общем и целом, я остался доволен тем, что, наконец-таки, я ее достиг. Я ее смог преодолеть. Ну, а 30 лямов, скорее всего, я уже в этой игре, наверное, не получу. Хотя я говорил, что я и сотую легенду не подниму. Сотую легенду я так быстро поднял. Кто знает, может, скоро у нас там в игре будут такие бешеные иксы, что там я за одну катку буду по пол-легенды поднимать и все такое. Поэтому, может быть, еще что-то изменится. Что-то повернется в эту сторону. И у меня будет возможность быстро поднять мою замечательную легенду. Ой, не легенду, а вообще, в принципе, опыт. И я там до 30 лямов дотянусь и набью. Что касаемо, друзья, вообще фарма, да. И что я вообще думаю по этому поводу. Заодно матчмейкинговую катку, по сути, сейчас можно получать и где-то по полторы, ну, может, от 1000 до 1500 опыта, да. То есть, это большое количество. И для тех ребят, которые формят реально опыт, это очень даже круто, очень достойно. Я мог сейчас зайти на HTML-версию, там было в конце катки показать, сколько реально там я получаю опыта. Но я не хотел этого просто делать, потому что мне в HTML там определенный момент не нравится. Поэтому я уже остался во флэше. Но, кто не верит мне, можете сами зайти, как бы, и проверить всю эту демочку. И убедиться в том, что реально такое количество дают. И, соответственно, вы можете быстро все фармить, быстро зарабатывать кристаллы и, ну, не знаю, кайфовать от того, что вы получаете по 40 тысяч за легенду. И, соответственно, как-то положительно дальше двигаться. Я, как уже сказал, цели все свои закончил на этом, да. Никакие дополнительные движения с этим делом иметь не буду. Лично просто хотел бы с вами поделиться данной замечательной вещью. Потому что, ну, все-таки, ну, не записать видос, что я получил сотую легенду. Это было бы, наверное, даже с моей стороны как-то глупо не запечатлеть этот момент видосом, да. Просто забыть про то, что я получил сотую легенду. Я думаю, что даже я бы сам себе этого не простил. Поэтому, если вам подобного рода видос понравился, да. Если вам нравятся вообще разговорные видео, видосы, которые посвящены вообще таким событиям определенным, то обязательно поддержите данный видеоролик лайком. Я не буду, наверное, тут больше балаболить. Сейчас у нас в игре особые миссии. Замечательные, интереснейшие, которые тоже вносят свою какую-то определенную изюминку. Можно будет заформить себе ультраконтейнеров. Я, конечно же, тоже их собираюсь все получить. Поформить мне придется еще довольно-таки жестко. Поэтому, друзья, присоединяйтесь, тоже приходите на стримы, которые в 9-10 часов вечера у нас, конечно же, залетают. Сейчас времени чуть побольше. Поэтому приходите обязательно, играйте сами, получайте ультраконтейнеры. Говорят, с этих ультраконтейнеров падает очень большое количество хорошего, годного, красивого дропа. Поэтому задания, как по мне, не особо сложные. Можете тоже, как и я, все это дело заформить. И остаться, наверное, с какой-то дополнительной, замечательной плюшечкой. Поэтому как-то так. Я лишь повторю, друзья. Если вам понравился видос, поддержите его лайком. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик. Также не забывайте про группу ВК. В ней выкладываются интересные всякие постики, скриншоты по поводу всяких закрыток, стримов и прочих других замечательных движений. У меня, друзья, на этом сегодня все. Играйте. Нагибайте. И у вас все получится. А у меня уже сотая легенды. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok